Азадия Рахмон Президент Таджикистана Эмамали Рахмон наделил старшую дочь Азаду Рахмон, возглавляющую исполнительный аппарат президента, чином государственного советника юстиции. Это самый высокий по старшинству классный чин в органах прокуратуры и юстиции. Соответствующий указ президента был подписан 25 мая этого года, сообщает радио Азади. Напомним, что Азада Рахмон в 2016 году была назначена руководителем исполнительного аппарата президента Таджикистана, став очередным представителем семьи Рахмона в высших эшелонах власти. По мнению экспертов, Рахмон укрепляет свою власть, назначая на все ключевые властные структуры близких людей из числа родственников. Кроме того, не исключено, что в ближайшей перспективе Рахмон назначит своего сына Рустами Эмамали на пост председателя Верхней Палаты Парламента. Сместив на этом посту Махмад Саида Убайдулоева, председатель Верхней Палаты Парламента, согласно существующей секуляристской конституции Таджикистана, считается вторым лицом в стране после президента. В течение последних нескольких недель группы людей, состоящие из сотрудников разных силовых структур, ходят по домам в столице Таджикистана Душанбе в поисках так называемых нежелательных лиц. Журналисты высказывают предположение о том, что к категории так называемых нежелательных лиц силовики могут относить подозреваемых в участии в различных религиозных движениях. В нарушении надлежащей процедуры и без соответствующего ордера группы силовиков, которые могут насчитывать до 15 сотрудников милиции, прокуратуры и Государственного комитета национальной безопасности, требуют от граждан позволить им обыскать дом. Житель района Исмаилиса Мани в Душанбе рассказал журналистам, что три сотрудника правоохранительных органов приходили к нему в дом 3 июня, требуя, чтобы им разрешили провести обыск. Мужчина отказался, аргументируя это тем, что у сотрудников не было необходимых документов. На следующий день группа из 15 человек пришла с официальным документом, подписанным Генпрокуратурой, МВД и Государственным комитетом национальной безопасности. Они вошли в дом и проверили все, что можно было проверить, рассказал местный житель на условиях анонимности. Обыски в домах проводятся на основании десятистраничного документа под названием «Операция порядок». Основной его целью является выявление членов или сторонников объединений, которые правительство считает террористическими и экстремистскими. В список подозреваемых попадают молодые люди с бородой и женщины, носящие строго исламскую форму одежды. К любым несоответствиям между фотографиями в документах и внешностью человека относятся особенно строго. Власти называют подобные зачистки разъяснительной работой. Ходящие по домам группы силовиков информируют людей о том, как тем следует или не следует себя вести. Один из сотрудников МВД рассказал порталу евразионет.орг на условиях анонимности, что операция теперь будет проведена по всей стране и что в районах вокруг Душанбе работа уже была проведена. Однако власти не делают никаких публичных заявлений об обысках, и люди часто узнают о проверках только тогда, когда силовики стучат им в дверь. В Москве граждане Таджикистана оказались приговорены к 81,5 году лишения свободы на пятерых. Московский окружной военный суд 15 июня приговорил к срокам от 15 до 18 лет лишения свободы пятерых граждан Таджикистана за участие в деятельности исламской партии Хизбут-Тахрир. Радио Бизнес-ФМ сообщает, что все подсудимые не отрицали свое членство в Хизбут-Тахрир, однако не были согласны с тем, что совершили что-то противозаконное. Они настаивали на том, что несмотря на решение Верховного суда России, который еще в 2003 году признал вышеназванную организацию террористической, Хизбут-Тахрир такой не являлась. На заключительное заседание в военный суд приехали около десятка родственников подсудимых, а также эксперт правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хомроев. Все они оказались несогласны с решением суда, а защитники заявили, что несогласны с приговором суда, который считают незаконным, чрезмерно суровым и политизированным. За всю историю существования организации ее участники не совершили ни одного теракта. Они не пропагандировали их, а напротив, отрицали терроризм и насилие, отговаривали верующих ехать воевать в Сирию. Предлагаемые этой организацией методы политической работы относятся к мирным способам, озвучил Бизнес.ФМ позицию подсудимых адвокат Тимофей Широков, защищавший 26-летнего Алишера Хусенова. Продолжение следует...